У меня от тебя кое-что нужно. Возможно, ты не поймёшь, что этого, возможно, не захочешь этого делать. Но прошу, не повторяй так ошибок, что сделал я. Мой отец Говард бросил меня ещё до рождения. Потрясение от смерти матери и это письмо, пришедшее после её похорон, застали меня словно двинуться... Ха, слепо двинуться навстречу судьбе, как хочется, чтобы всё это было пустым вымыслом. Моё падение предрешено самой человеческой природой. Меня зовут Филипп, если нам повезёт, то к тому времени, как ты прочтёшь это, я буду уже мёртв. А если не повезёт, то сгинем мы все. Привет, с вами, дорогие подписчики, меня зовут Дмитрий, это канал Хронодза, и мы с вами начинаем... Пианумбра, источники зла. Эпизод первый. Собственно, давайте мы с вами пройдём в настройках, графикам. Гамму увеличим, потому что слишком темно будет. Ну, так, так, свет включён, эффект шума включено, а так, разрешение дополнительно. Чё у нас дополнительно? Качество тестуровых стоков, тени и движения разные. Те движения, виртуальные скринзы, так, трюльминейные, хорошо, назад, назад, звук. Русский, выключено, а, включено легко. Включено, включено. Ну, собственно, давайте новую игру попробуем. Естественно, лёгкая для опытных игроков. Моя история началась в феврале 2000 года. Давай посмотрим, что ты тут натворил. Ввязываясь в это дело, я не собираюсь совершать ошибок, которые сделал мой отец. Говард исчез из жизни матери ещё до моего рождения. Письмо отца пришло спустя несколько дней после её похорон. Так я впервые услышал о нём. Жаль, что он был мёртв. Писать послание с того света, видимо, наша семейная черта. В письме был ключ, несколько поручений и мольбы о прощении. Рассудив, что моё прощение ему было уже ни к чему, я стал думать о событиях, которых отец необъяснимо ждал со дня на день. Явно не расположенный к объяснениям, Говард ссылался на банк в Мейфере, о котором я никогда не слышал. В банке была арендована ячейка на его имя, а получателем значился я. Конечно, я туда отправился, как он и предполагал. Там я выяснил, что, несмотря на письмо, он официально считался мёртвым почти 30 лет. Так что и старая книга, и стопка найденных мною записей по закону давно принадлежали мне. В письме отец требовал сжечь эти бумаги и не пытаться ничего выяснить. Но он допустил роковую ошибку. Ни один человек не в силах избежать силков любопытства, а я всего лишь человек. Университет, где я преподавал, считался колыбелью физиков и лингвистов с мировым именем. Я представлял физиков, поэтому обратился к знакомому языковеду за консультацией. Расшифровать книгу оказалось невозможно. Зато в записях упоминалось место в безлюдной части Северной Гренландии. И ты туда попёрся. Через год я сел на последний авиарейс в своей жизни. Глядя, как вместе с аэропортом исчезает за бортом цивилизация, я думал об отце, который вот так же исчез почти 30 лет назад, едва ли не в тот же день. И о том, что оставлял позади я. Мы сели на полоску льда шириной всего в несколько метров. Через несколько минут нанятый мною катер отправился туда, где меня ждало свидание с прошлым. Ну, хорошо, допустим. О, ромчик я смотрю. Наконец-то мы почти забрались. Надо уложить вещи. Может, я и вдалеке от дома, но ещё помню, чтобы поднять вещи, левая кнопка мыши. Ха-ха, присмотри, цикле лучше правой кнопкой. Ты, чувак, чё? С помощью мыши, что ли, вещи поднимаешь, да? Уверен, эта карта устарела лет на десять. Но в Гренландии мало что менять. Так что я знаю, куда иду. Ну... Хорошо, это чё такое? Виски ни капли, жаль. А, так ты в миске бухаешь? Ну, ладно, всё уже тогда. Давай, чё у нас? У хорошего учёного всегда есть о чём... И на чём писать. Так, на всякий случай. Ну, давай, возьмём. Иногда полезно раскрыть блокнот N и помнить о делах или перечитать полезные сведения. Ну, давай, откроем так. Чё у нас тут? П, да? А, ни хрена тут. Ладно, хорошо, допустим. Кажется, я оставил фонарик в ящике того стола у кровати. Нажав левую кнопку мыши, немного подтянуть на себя и ящик вернется. Ну, хорошо, где там осталось. Да что ли? Похоже, команда настроена дружелюбно, но на всякий случай я запер свои вещи в шкафчик. Уверен, в моих карманах найдётся ключ. Когда отыщу, надо будет дважды щёлкнуть по нему левой кнопкой мыши, а потом навести на замок и нажать клавиатуру за моё действие дворца и откроется. Дверца и откроется. Ладно, хорошо. Нет, чё у тебя тут такое? Бери, чё это такое? Где ты говорил? А, вот. Давай, открывай-то, э! Ау! Таблица размеров. Чё это там, бабы голые? Плакаты в той боя. Приятно, что некоторые вещи не меняются даже так далеко от дома. Ну, понятно. Так. Стул убери. Ага, стул ты можешь так перетаскивать. Ладно. Чё у нас тут? Да убери ты стул этот грёбаный! Вот, всё. Давай. Судя по запаху, в сундуке хранятся и личные вещи или наживку. Одно другого стоит. Ага, ну-ка. Дорогой Эрик, сижу и пишу тебе короткую весточку. Успеть бы отдать, пока ты вновь не поставишь парус и не покинешь меня. Я оставляю тебе то малое, что сохранил. Память обо мне. Здесь, в сундуке, возле твоей кровати. Не понимаю, почему вы не задаёте другую... Не, говорит... Не заведёте другую и ютитесь на ней посменно. Ничуть не высыпает. Ну что, жена Рабака может знать о жизни в море. Каждый день я молю за твой богатый улов, чтобы ты, скорее всего, вернулся домой в целости и сохранности. Прошу, не исчезай до пять дней, недель, как в прошлый раз. Я знаю, что иногда бываю с люкой, но ты ведь и... Но ты ведь и ты знаешь. Я тебя люблю. Я выстирала твои пожибки. Верю, ты скоро снова заляпаешь их остатками рыбы с рыбухой. Но мне всё равно приятно знать, что они побывали в стирке. Пока не забыла. В хранилке... А! В посёлке Хенриксон просили предупредить, если ты вернёшься с уловом форели. Но я ответила, что сейчас для неё не сезон. Если ты её наловишь, никому ничего не говори. Приморозишь её на льду, и я приготовлю что-нибудь особенное. И мы отпразднуем твоё возвращение домой. Ко мне. Капитан корабля порой заслужит особой заботы. Помни об этом. Любимый, береги себя. Любовное письмо от жены рыбака. Ну, хорошо, ладно. Так, ага. Чё? Не хочешь взять? Ну, выкинь тогда. Где-то там впереди должна быть земля. И ответы. Ну, ладно тогда, давай, открывай. Ни хрена, да? Ну, как бы, ты сказал, в кармане у тебя чё-то должно быть? Дверь улет на палубу, но мерзнуть без надобности желаний нет. Ну, ты тут долго будешь шляться, нет? Скажи мне на милость. Ты сказал, можешь открыть? Ага. Вот оно в чём дело. Так, чё это такое? Хорошо, что я догадался захватить свой старый фонарик. Хотя, может быть, купите новый. Этот съезд батарейки за час. Ладно, берём. Выбросить и включить фонарик. Можно в инвентаре там. Либо нажать клавишу фонарик F. Хорошо. А инвентарь? Ага. Собственно, вот и ключ. Отлично. Так, инвентарь. Два раза на это. Открываем. Давай, открывай. Да? Что ты делаешь? Открывай давай. Вот. Вот. О-о-о-о. Чё это такое? Собачки. Баба какая-то стрёмная. Да? Куда ты? Чё это такое? Светится. Конечно, жутковатка, но может пригодиться. И если выдохнет фонарик. Хорошо, берём. Так. Может сгодиться, если батарейки свяжут. Положу-ка в инвентарь. Есть. Всё, что нужно, уже при мне. Надо её поставить. Ага. И... Батарейки. Чё тебе надо? Чё, говоришь, надо? Закрой. Да закрой ты уже нормально. Вот. Спать, да? Пахнет... Крепко. Хорошо, что скоро я уйду отсюда. Похоже, они едят и спят. Вообще, много чего ещё делают в этой каюте неделями к ряду. Не мешай. Вот. Отлично, пошли. Только сойдя на холодные объятия, надвигающие бурана, я понял, как одержимо и все целое посвятил свою жизнь поискам отца. Что ждёт меня в этой угромой земле? Не представляю. Скорее... Вскоре тайные опасения подтвердились. Я заблудился. Но не знаю, что покинуло меня раньше. Чувство направления или присутствие духа. Но затем стали неметь руки-ноги. А впереди замаячил призрак смерти от переохлаждения. В отчаянии я стал искать укрытие. Как холодно. Куда я забрёл? Надо будет спрятаться от урагана. Ага. Куда этот чувак тут спрячется от урагана? Это что, со всем, что ли? Ладно, пошли. Уже я закочнел от пальцев за когтей и ушей. Но всё ещё слышу свист ветра за спиной. Ну, молодец. Красавчик. Что я могу сказать? Там... Так. Там что-то было. Подождите. Чувак. Умрёшь? Прибью нахрен к чертям собачьим. Ага. Значит, мы открыли всё... Тут, значит, мне просто тупо показалось. Значит, надо идти... А, то есть так можно идти? Да, даже? Ну... Ну... Если удерживать клавиатуру, замедлить её круг, мышь, можем попробовать поднять этот камень. А-а-а-а. Ты хочешь разбить камнем эту, да? Надо будет чем-нибудь... Хорошо, ладно. Давай, возьми камень. Пошли. Пошли. Пошли со мной, дружище. Ты мне сейчас очень поможешь. Вот тебя руки закочнели. Ты, блин, если сейчас ударишь в режиме взаимодействия, теперь я смогу бить этим камнем. Ну, давай, бей. Камень. Как многословно-то, блядь, а? Спасибо. Отлично, давай, открывай. Открывай, давай уже. Вот, давай. Давай, 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 давай. Молодец, давай, давай, красавица. Отлично, давай, открывай, все, хватит уже тут сидеть. Вот, замечательно, все, пошли. нефиг тут сидеть ну залезай уже все чего боже моя голова не могу поверить что свалился с такой высоты и еще жив каменоломни ну да чувак тебя занесло дряная бочка тяжелый даже с виду внутри может быть что угодно что там может быть ну-ка открывай давай давай выпей там нибудь нибудь бухло там оставили да бери ты что ты делаешь с ней плевать на нее так что это такое пустые ящики из под боеприпасов что же это за место да по любому тут наверное это солдаты сидели так ага да убери уже ладно о оружка давай давай даже почти не ржавый отлично стальной пруд что у нас тут о сигнальный факел открываем так ща мы тут понаберем всякого дерьма пустые ящики ну понятно о молоток молоток самый нужный ну-ка попробуй ударить молотком удерживай клавишу за мое действие левой кнопкой мыши можно замахнуться двинув мышь право а потом ударить с размаху сместив мышь обратно можно и наоборот а если двигать мышь назад и вперед ага получится получится выпад так а если после замаха я нажму клавишу осмотра правой кнопкой мыши то смогу осмотреть осмотреться держа инструмент на готове во интересно ну-ка давай-ка бери инструмент бери инструмент вот эти стеллажи старые как и все вокруг не удивляйся если никто не заглядывал сюда лет пятьдесят а а обратно хорошо а чё там по-моему так держа это да и чё-то буквы р что ли ладно собственно так это чё у нас такое суточный паёк судя по даты давно просрочен ну взял бы хотя бы потом просрался чё подумаешь ну понятно деревянная бочка так это у нас чё тоже суточный паёк да так всё остальное у нас суточный паёк ладно да ладно ну ладно хорошо убери его так уж и будет бери это бери это пока ладно пока походим видно что-то ее держит что ее держит значит тогда молотком правильно ну а по-другому больше ничего нельзя давай аж щепки летят блять аж щепки летят аж щепки летят или чё или трубу а куда трубу а куда трубу не а подождите трубу ж куда-то надо правильно и как дарно работать ну как он туда засовываешь и всё и дергаешь потом трубу как он должен будет работать ты чё у меня спрашиваешь так это чё такое порядок выкладки понятно тогда что мы тут с вами не сделали то а сухпоёк взял бы развёл тут огонь я не знаю вот а чё у тебя есть то ага два этих да ну хорошо давайте тогда посмотрим что у нас в блокноте так список дел я в ком-то подземном сражении единственная дверь наружу заперта надо поискать обратный путь обходной путь ага обходной путь говоришь да где тут у нас обходной путь ну-ка а подожди-ка 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 обходной путь сейчас мы тут блять поищем полчаса обходной путь что это такое что это кровь ты будешь брать нет а вот она все понял 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 так удалить до хрена ты по нему стучишь то понятно наш берем сундук нахрен нет отойди вот давай все красавчик красавец молодец вот так бери этот проход заколотили давно давно доски похоже рассохли охереть ты даешь так и как ты залезешь ты посидать вообще можешь так убери пока хорошо это прыгаешь так стоп секундочку настройки игра так а управление вот значит бег левый шифт пригибание левый контрол да а все въехал а не подожди-ка давайте-ка мы знаете что с вами сделаем так 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 настройки управление раскладка так пригибание сменим на с вот отлично все поехали давайте так чувак возьми-ка молоток а так безопаснее будет по моему это мне тут ужасно ничего не нравится у нас два прохода так ага тут у нас видимо что-то что там было то такое толщина у крышки этого люка надо что надо руками не откроешь кто-то очень не хотел выпускать выпускать туда пускать туда гостей или выпускать хозяев что там вода ну ладно так это у нас все такое какой-то механизм по причинам производства среди среди есть отверстие но все равно люди поди разберись как он работает ну и ясен хер как он работает так подожди да убери ты эту бочку то а чё там тебе мешает то вот отлично так хорошо открывай дверь нормально замечательно так значит мы с вами еще не посмотрели одну один проход который находится немножечко в другом месте чё с тобой произошло один проход чё с тобой происходит чувак ладно посмотрим что у нас тут чё с тобой чё с тобой чё такое металлический стеллаж а мы отсюда пришли все значит так идешь тут у нас это да тут у нас непонятно тогда значит это у нас тупо было обходной какой то это значит а получается нам сюда выходит да а чё с тобой вообще происходит а яблый брат у тебя же труба есть бери трубу А, то есть ты себе Тут приключения ищешь, да? Открываешь Подземелья всякие, да? Не знаю, куда ведет этот ход И что ждет там Ну, внизу Но если я не смогу умереть от голода Выбрать, выбрать нет К тому же Это место может быть как-то связано с моим отцом Красавец, просто Молодец, замечательно Просто, блядь, нашел, что делать, а? Взял бы пистолет хотя бы Я не знаю, чувак Сука Не знаешь, я теряюсь В догадках и ощущениях Позабытых в далеком детстве Все наше общество Поплетено страховочными тросами Вызов скорой по телефону Техника безопасности на рабочем месте Друзья, семья, любимые Случись беда Одна из этих сетей Обязательно подхватывает тебя Но спасает лишь от самых обыденных эмоций Как хорошо, что видно отсюда, где... Как хорошо это видно отсюда, где ничего похожего нет Снова я чувствую себя школьником, которого окружают старшие дети И понимаю, что способны помочь люди, друзья, родственники, учителя А все это слишком далеко Я сделал заметки Типа опять, блядь? Хорошо Здесь можно встретить кого угодно Героин лучше оставить для кинотеатра сказочных бактерий Мне такая бровада принесет лишь гибель Лучше продвигаться осторожно и не отвечивать буквальном смысле Ну ладно, выход пища развалило Придется искать другой путь наружу Чтобы не выдать себя, мне стоит почаще пригибаться и останавливаться в тени Пока не останется ясна природа угрозы Чтобы присесть и скрыться в тени, использовать клавишу ЭР Если место выбрано удачно, я краем глаза увижу синее сияние Мой второй лучший друг тишина Если не шуметь, наткнуться на меня может только случайно И конечно, без толку прятаться на свету с включенным фонарем или трубкой в руках А, без толку Так, если присесть и скрыться в тени, использовать клавишу Если место выбрано удачно, я краем глаза увижу синее сияние Ладно Лучше всего замереть в темноте на пару секунд Тогда меня не будет, меня будет почти не видно Если оставаться неподвижным, можно стать почти невидимкой и дать глазам привыкнуть к темноте Сука, ты смотри Субтитры сделал DimaTorzok Так, подожди-ка Субтитры сделал DimaTorzok Так, взрывчатка Мастерская, склад Вы здесь, выход Ну допустим, ладно, пойдем сюда Блядь, цык отна Хорошо, мы верим, что у нас удачно выбрана эта позиция Уберите моноток, не делай внешних движений Давай почитаем А, заметки И все Ну красавчик, что? Что могу сказать-то? Давай искать ключ туда Да где ты ходишь-то? Это был у нас, опа! Столько сведений, трудов и бумаги остались Оставлены гнить зазрё Я не почитал, что такое Бак-3 Войсковый рапорт датирован в 1945 году Ну давай 15 августа 1945 года Командный бункер Аварийная ВВП ЗУ Еженедельный рапорт Ещё одна скучная неделя в Гренландии Получена штатная доставка А, поставка запасов Проведено стандартное учение обслуживания аварийной полосы Завершено штатное обслуживание полосы По моему приказу Солдаты чистят её дважды в неделю Из-за сильного снегопада Один человек ранен Как? От снега что ли? От снегопада ранен, блядь Один раненый Не повод бить тревогу в Лондоне Немцы не растянули свою линию фронта Для лишних 4000 миль Двоих из моих салат заставили в мастерской оружейной За проявлением ручных гранат Их работа закончилась парой оторванных пальцев Молодцы Я несу частичную ответственность за случившееся Так как разрешил им воспользоваться руководством по взрывчатым веществам Которые мы храним на складе Уверен В нём они и разузнали состав взрывчатки В качестве меры предосторожности я запер это руководство в сундуке Которые поставил в собственной кабинете Круще от сундука останется у меня Разумеется, ибо солдаты были наказаны А пострадавший был отправлен домой для медицинского ухода Я убеждён, что лучшее наказание за такой поступок Это остаться здесь Но выносить подобные решения не в моей власти Эта база находится в жуткой глуши Иногда я думаю, что если война закончится Мы даже не узнаем моё завершение И заказ на поставку динамит Для горнопроходимых работ Горнопроходческих работ Семь штыков Считаю этот пункт необязательным Но по уставу мы должны быть полностью укомплектованы Один ледоруб Промышленного броса Для скалывания проклятого льда Который намерзает на внешний люк Одна пара очков Для чтения зрения Минус семь Для себя лично мои очки слишком изношены И требует замены Ремонтные работы в шахте ведутся полным ходом Туннели укреплены на случай бандировки Намечена расчистка ранее заваленных зон Мы отыскали одну любопытную археологическую находку Артефакт долгого времени пребывавший в земле И откопанный одной из наших рабочих бригад Сегодня вечером После завершения суродных обязанностей Я осмотрю ее получше Он будто бы сделан человеком И что состоит из нескольких частей Я постараюсь снять футляр И выявить источник света Который постоянно прибывает сквозь оболочку Начальник ВВП Майор М Так Хорошо Блядь Так Я так понимаю Тут у нас сохраночка Да Что это у нас Это Странный артефакт Ну да Сохраночка Человек уже старый Сжимает что-то Я странно Он странный Однако знаком Мне Я никогда раньше его не видел Но откуда он знает Что Я Ну Откуда ты знаешь Что он Гордон Я называю его отцом Что Что за чертовщина Что с тобой Будто нечто коснулось Моей памяти Надо было Надо быть поосторожнее Ладно Хорошо Это сохранчка вообще была Я не понял Ну да Сохраночка Автоохранение Уже отлично Так Хорошо Пойдем погуляем еще Так Что у нас тут в ящичках Так Тут у нас ничего нет Да Давай Давай вытаскивай Тут у нас Чего нет Тут у нас Чего Тут у нас Нет нифига Тут у нас Нет нифига Ага Так Здесь ничего Здесь ничего Здесь так Встань Ладно Встань Встань Э Э Дружище Встань Мне Вот О ключ Отлично Копенгаген Пост Понедельник 17 августа 1930 года Психотропный зал Уже на дне Шахты смерти Ученые Копенгагенского Университета Выдвинули Предположение Что причины Высокого уровня Самоубийств В гриландской Шахте Стали Воздействующие На разум Химикаты Породные Месторождения Которых были Найдены При разработке Проводившие Исследования Удаленных Поселений Сотрудники Университета Впервые Заинтересовались Рабочими Северо-западной Сенцовой Шахты В прошлом году Они обнаружили Что за последний Сотрудник Университета Убийств В данной области Был Неестественно Высоким Высоким Даже для Гренландии 46 смертей На 100 тысяч Населения Вместо 29 В среднем По стране Продолжив Исследование Эксперты Выявили У многих Шахтеров Симптомы Характерные Для ранней стадии Параноидальной Шеофрении Это открытие Позволило Выдвинуть Теорию О наличии В породе Естественных Скоплений Лизергиновые Кислоты Которые Согласно Последним Данным Может вызвать Грацинацию Местные Жители Избегали Общения С нашим Корреспондентом Но нам Удалось Узнать Об их Объяснение Происходящему В горах По их словам Живут Некие Имитские Духи Турнгайд Университет Не А Университет Ожидает Результатов Химических Анализов Исследования Продолжаются Инутри Это у нас Экскемосы Хорошо Допустим Ага Блять Что там такое Так Нет Лучше Давайте Кому сядем Чертям Собачьим Нам Такие Радости Не нужны Так Открывай Что Нито Есть Ну Ка Ничего Нету Да Да Давай Открывай Уже О Батареечки Нам Пригодятся Как Хорошо Смотреть Тут Все Так О Ты даже Так Можешь Выглядывать Красавчик Классно Гнилые Деревянные Стеллажи Вся комната Прогнила Наскот Из-за Этой Дыры В потолке Где Свет Я уже Скучаю По открытому Воздуху Это место Действует Мне на нервы Но решетка Похоже Вмурована В камень Попробуй Такую Расшатай Тебе только Недавно Было холодно Какого хрена Ты уже Он заперт Нужен ключ А Все Понял Ключ Вот он Ключ Отлично Открываем Что это такое Видно Какая-то Книга Для химиков В ней полно Описание Взрывчатых Веществ Так Стоп Подожди Не то есть Нажал Химия Взрывчатых Веществ Издание 1923 Года Так Собственно С вами Книгу Верно Верно Мясо Мясо С дужком Ну хорошо Ладно Бери Мясо Будет Чего Поесть Уже Отлично Так Хорошо Тут Ничего Так Опять Велено Мясо Ну давай Бери Еще одно Мясо Ладно Хорошо Так Дай-ка Выйдет Это пишет Машинка Даже Войну Пережила Сделана В Германии 1923 Года Ну Да Так Ну ладно Тогда еще раз Сохранимся Дорогие Подписчики Никак К этому Не привыкну Да и не надо Привыкать Чувак Вот давай Посмотрим Че у тебя Тут Такое Находится Че Это Так Подожди Фотографии Британского Завода Времен Тромерлой Видимо Эту Шахту Переделали Под Импровизированный Бункер Да Серьезно Чем Чем Можно Почитать О Ты так Можешь Завел Точно Я забыл Я забыл Так Че тут Написано Ага Это Копатели А ну Дорогие Подписчики На этом Мы с вами Завершаем Пока Пинумру Первая часть Эпизод Первый Пишите Комментарии Ставьте Подписывайтесь На канал И всех До следующей серии Берегите себя